Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего YouTube канала про установление. Сегодня поговорим о УАЗах с правым рулем, какие они были и так далее. Недавно УАЗ вспомнил в социальных сетях о своем грузовике с правым рулем. Это был УАЗ 452 ДП. Это был опытный грузовик с правосторонним расположением органов управления. Его построили в экспериментальном цехе ОГК УАЗ в сентябре, далеко от 1964 года. Конструкция УАЗ 452 ДП повторяла конструкцию обычного УАЗ 452 Д. Кроме рулевого управления были еще изменения. Вместо одного 60-литрового бака стояли два, объемом по 56 литров каждый. Была изменена форма глушителя, использованы фары головного света другой фирмы ФЭГА-122Б. В октябре-ноябре того же года опытный образец прошел испытание. 6000 километров по дороге Ульяновской области и самого Ульяновска. Были и более поздние попытки УАЗа разработать модификации машин с правым рулем. О чем свидетельствуют фотографии опытного пикапа УАЗ 292470, размещенные на стендах музея УАЗ. Однако сведений о его производстве в отличии от тех буханок нет. Естественно все эти автомобили предназначены для экспорта, причем УАЗы поставляли даже в Англию. Наглядная демонстрация этого факта есть на фотографиях праворульного буханки, которая в 1982 году работала каретой скорой помощи, что в городе Лондона, Хогвартфорд. Есть также информация, что 19 микроавтобусов УАЗ-452 в свое время закупали британские энергетические компании. Конечно же праворукие УАЗы поставляли и в Индию, но как говорят сами индийские коллекционеры, машин было завезено очень мало и есть проблемы с запасными частями. Наверное поэтому при реставрации УАЗ 469 в мастерской гараже Джайпуре вместо родного бензинового 417 двигателя был установлен дизель 2,8 литра. Если вы думаете, что история с праворуками УАЗ навсегда закончилась, то вы глубоко ошибаетесь. В феврале 2020 года чешская фирма MW Motors объявила о начале работ под гибридным автомобилем с правым рулем MWM SmartTAN. В качестве базовой модели был выбран УАЗ Hunter. Ну а этом все, вот такая была история о праворуких УАЗах, но она и сейчас продолжается. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok